Единая европейская валюта с фунтом растут уже третий день к ряду. Во многом это является следствием кажущегося снижения глобальных рисков, рост которых и был главной причиной бегства капитала со всего мира в США. Но вместе с тем это же сопровождается видимым переключением внимания основных мировых средств массовой информации событий на Украине на предстоящее заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, который как раз сегодня и состоится. По итогам данного заседания ставку рефинансирования должны поднять с 0,25% до 0,5%. Сам этот факт, конечно же, приведет к заметному росту доллара, ведь речь идет о первом с 2018 года повышении процентной ставки. Вот только рост американской валюты, скорее всего, будет носить кратковременный характер. Дело ведь еще в том, что доллар неуклонно растет с мая прошлого года. Как раз тогда Федеральная резервная система озвучила планы по ужесточению монетарной политики. И рынок давно уже заложил в курс доллара сразу три повышения ставки рефинансирования. Так что с этой точки зрения доллару вроде как и некуда больше расти. И в этом свете огромное значение имеют последующие комментарии Джерома Пауэлла. На данный момент ситуация радикально отличается от той, что была в конце весны прошлого года. Так что глава Федеральной резервной системы вполне может заявить о существенной корректировке ранее озвученных планов. Особенно в вопросе количества повышения ставки рефинансирования. Причем в сторону их уменьшения. И в этом случае только лишь возобновление роста глобальных рисков сможет оказать поддержку американской валюты. В противном же случае мы можем стать свидетелями ее довольно продолжительного ослабления. Давайте подробнее рассмотрим графики. Валютная пара EURUSD в попытке вернуть на рынок покупателей отскочила от переменной точки опоры на 1,0900, что в итоге откатило котировку в район уровня 1,10000. На этом шаге объем длинных позиций исчерпал возможный потенциал и это привело к замедлению на рынке. И в данной ситуации ценовой застой играет роль накопления торговых сил. С высокой долей вероятности он приведет к новым скачкам на рынке. И в качестве сигнальных уровней трейдеры рассматривают значения 1,0900 и 1,1020. Удержание цены за пределами одного из уровней укажет на импульсный ход цены. Валютная пара GBPUSD замедлила нисходящий ход в пределах психологического уровня 1,30000 и это привело к сокращению объема коротких позиций как результат боковой амплитуды между отметками 1,30000 и 1,3080. Несмотря на важность уровня 1,30000, на рынке преобладает все же нисходящий тренд и это может привести к пробою психологического уровня, где действующая амплитуда станет рычагом для трейдеров. В качестве торговой рекомендации рассмотрим два сценария развития рынка. Первый сценарий исходит из пробоя уровня 1,30000, где подтверждением этому сигналу послушает удержание цены ниже 1,2950 на четырехчасовом периоде. Второй сценарий рассматривает откат цены от психологически важного уровня. Позиции на покупку будут актуальны после удержания цены выше значения 1,3080 на четырехчасовом периоде. Этот шаг лишь на время изменит траекторию основного тренда. На этом у нас пока все, мы продолжаем следить за развитием ситуации на финансовых рынках, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. Увидимся в самое ближайшее время, я расскажу вам о том, как началась торговая сессия на североамериканском континенте. До встречи!